Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать новости из мира криминала и освещать наиболее значимые темы, которые касаются нашего города и не имеют срока давности. Этому посвящен очередной выпуск передачи «На стороне закона». С вами Владимир Городнюк. Не допустите распространения суррогатного алкоголя и контрафактного спиртного. Такая задача стоит перед пинскими правоохранителями. В последние годы в этом направлении наметилась позитивная тенденция, заявляют сотрудники ГУВД. Ещё 4-5 лет назад в городе найти спиртное сомнительного качества и непонятного происхождения не составляло большого труда. Ушлые дельцы организовали едва ли не открытую реализацию огненной воды из-под полы. Готовы были даже доставить заказанную в необходимом объёме алкогольную продукцию на дом. Но долго так не могло продолжаться. И после конфискации крупных партий суррогата и привлечения к ответственности виновных, этот бизнес заметно поугас. Тем не менее, деятельность в этом отношении сегодня предпринимается. Сотрудниками пинского ГУВД, в частности, сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями, на постоянной основе проводится мониторинг интернет-сайтов, социальных сетей на предмет выявления незаконной реализации спиртосодержащей жидкости или контрафактного алкоголя. С начала нынешнего года, говорит Александр Костюкевич, таких фактов не выявлено. А вот в прошлом крупная рыбка не прошла мимо и вновь попала в сети местных правоохранителей с почти семью сотнями литров расфасованной барматухи. В ходе обыска у гражданки, местной жительницы, в гараже было обнаружено 177 полимерных канистр объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью внутри. Также в ходе обыска машины, которая принадлежит этой же гражданке, было обнаружено еще 4 полимерных канистры. Студент 20 лет, отказ печени. Бизнесмен 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50-60 лет, отказ поджелудочный. А это уже медики предупреждают население об опасности употребления алкоголя сомнительного происхождения. Отравление с серьезными последствиями далеко не редкость. В Пинском, как и во многих других регионах, также были зафиксированы прецеденты со смертельным исходом. Если, конечно, брать 2011 год, когда у нас было 43 смертельных случаев от отравления алкоголем, в том числе и суррогатного алкоголя, то на данный момент за 2018 год количество умерших значительно уменьшилось, то есть за 20 человек, но тем не менее цифра достаточно высока. По мнению Натали Курень, проблема суррогатного алкоголя сегодня актуальна для района. И это из-за того, что там доступ к его приобретению не настолько широк, как в городе. Из 20 погибших, констатирует медик, половина – жители Пинщины. А люди, если и остаются жить, то это глубокие инвалиды. И именно умирают, то есть их чаще всего находят уже утром. То есть, скорее всего, не выпивают. Где-то, то есть если магазины работают до 8 вечера, то, скорее всего, что не приобретают позже. И здесь нужно в этой части активизироваться. Не допустить смертельных случаев от употребления суррогата – по-прежнему забота правоохранителей и медиков. Но о своем здоровье должны заботиться и те, кто периодически выпивает спиртные напитки. Именно они, раз уж имеют зависимость, должны покупать алкоголь только в магазинах. И если есть хоть какие-то сомнения в качестве – отказаться от употребления. Алкоголь довольно часто становится и причиной совершения преступлений. Это история о поножовщине, которая случилась еще в октябре 2018 года. Все это время длилось следствие. Логическим завершением которого стала передача уголовного дела в суд. Он состоялся не так давно. Совершено преступление в банальной обстановке. Компания пришла в гости и допоздна отдыхала с алкоголем. Вначале, как говорится, ничто не предвещало беды. Потерпевшие и обвиняемые вместе со своими женами были приглашены к общему знакомому в квартиру по проспекту Желтовского в городе Пинске, где стали общаться, распивать спиртные напитки, обсуждать вопрос крещения ребенка хозяина квартиры. Около двух часов ночи на балконе между обвиняемым и потерпевшим завязался конфликт. Далее завязалась драка, но поссорившихся друзьям удалось успокоить. Как оказалось, ненадолго. В какой-то момент обвиняемый решил, что на этом мужской разговор не закончен. После кулачных боев в ход пошел нож. Им он нанес жертве колото-резаные раны в область сердца, к счастью, не смертельные. В судебном заседании обвиняемый заявил о полном признании вины вместе с тем, фактически признавал ее частично, указывая на то, что наносил удар ножом потерпевшему, так как тот тоже держал нож и боялся его применения. Однако в ходе судебного следствия данные обстоятельства подтверждены не были. Наличие ножа потерпевшего в судебном следствии не установлено. Вердикт судьи был достаточно суров. И наказание за причинение тяжких телесных повреждений усугубило то, что преступник, а это пенчанин 1984 года рождения, был ранее судим. Ему было назначено наказание для лишения свободы сроком на 4 года. Были присоединены также наказания по предыдущему приговору в виде дополнительного наказания лишения права управления транспортным средством и штрафа. Также к обвиняемому были применены предъявители меры безопасности лечения от хронического алкоголизма. Наркотики вне закона. В нашем городе выявлена целая группа, распространявшая запрещенное вещество. Каждый из соучастников преступления наверняка знал, насколько серьезной за это может быть ответственность. Тем не менее, делал свое черное дело. Сразу шесть фигурантов проходят по этому делу, расследованием которого занимается межрайонный следственный комитет. Все пенчане в возрасте от 30 до 40 лет попались на том, что решили реализовать в нашем городе героин. Начали привозить непосредственно перед Новым годом, в 20-х числах привезли партию героина, особо опасного наркотического средства. Привезли небольшую партию, начали продавать. Стало получаться, видно, почувствовали легкие деньги, большой заработок. И следующую партию привезли не менее 100 грамм героина, которую сразу же начали продавать не из рук в руки, а делать закладки по всему городу Пинску. Такие закладки оставляли наркопотребителям или распространителям героина в самых разных местах – в мусорных баках под столбами. Вот пакетик с нарковеществом пристроили под подоконником. Где конкретно он находится, указывали на фото, уточняя стрелками места закладки. Естественно, после того, как клиент рассчитался за героин. Примечательно, что данный наркотик совсем нетипичен для Пинска. Это редкий и дорогой наркотик. Не каждый может себе позволить этот наркотик. То есть он относительно дорого стоит. Один грамм. Это искусственный наркотик, химический. То есть он может влиять в очень худшую сторону человека. Неизвестно, какой состав. Обычно в Пинске среди наркоманов самым распространенным наркозельем являются семена мака с примесью маковой соломки. Попытку организовать продажу героина в нашем городе можно назвать своеобразным импортозамещением. На что наркодельцы решили пойти после того, как правоохранители заметно поубавили распространение мака. А его продавцов отправили за решетку на 10 и более лет. Именно такое суровое наказание грозит и тем, кто торговал героином. Недолго они занимаются. Месяц максимум и они все равно попадутся. То есть это все службы наши сотрудники наркоконтроля отслеживают. Разгуляться не получится. Как рассказал Александр Буйко, обвиняемые по уголовному делу тесно сотрудничают с правоохранителями. И успели им раскрыть другие места закладки героина. Может, зачтется на суде. Задержание с предполагаемыми распространителями наркотиков не так давно попало и на любительское видео. И активно обсуждалось в сети интернет. Пинские автомобилисты стали свидетелями спецопераций захвата лиц, которые, возможно, причастны к перевозке запрещенных веществ. Проходило все на перекрестке улицы Солнечной и проспекта Жолтовского 27 марта. Задержание было из разряда жестких. С привлечением обученных для этого силовых подразделений, которые, как полагается, действовали быстро и профессионально. Пришлось и стекла разбить, и спецсредства применить. Был остановлен автомобиль Hyundai Solaris, в салоне которого находилось три гражданина. Один из них – гражданин Российской Федерации, который проживает на территории Пинского района. Второй – местный житель. И третий гражданин проживает в городе Волковыск. Значит, сотрудники милиции попросили открыть дверь и выйти из машины. Однако граждане не послушались. Останавливали эту машину и задерживали всех, кто в ней находится, неспроста. Сотрудникам наркоконтроля и их коллегам-силовикам была известна оперативная информация. И за предполагаемыми преступниками велась слежка. Выяснилось и то, что двое из задержанных уже привлекались за распространение наркотических веществ. В ходе личного обыска у них было изъято два ствердка в полиэтиленовых пакетах с веществом внутри. Значит, ввиду того, что данное вещество может быть наркотическим или психотропным, назначена химическая экспертиза. Как все происходило вместе с автомобилистами, наблюдали и снимали на телефоны пешеходы. Позже в сети интернет некоторые выступили в защиту задержанных. Мол, нельзя так жестоко обращаться с людьми. Но в этом случае у силовиков есть законное право на задержание. Специальные средства, физическую силу, не исключено применение оружия или использование оружия, к примеру, для остановки транспортных средств, если бы дошло до этого. Если есть подозрение о том, что будет совершено или перевозят наркотики конкретно, или в ходе проведения оперативных разных мероприятий будет установлено, что данные лица причастны к незаконному обороту наркотиков, такие меры возможно применять. Как подтвердила экспертиза, внутри найденных пакетиков все-таки было нарковещество. По данному факту заведено уголовное дело. Среди громких судебных процессов, состоявшихся в последнее время в Пинске, можно отметить и это. В марте была осуждена дама, которая сумела выманить крупную сумму денег у незнакомого ей мужчины. Причем делала это, общаясь с ним исключительно по телефону. Мошеннице 47 лет и, как сообщается, она целых три года убеждала 40-летнего жителя Столинского района оказывать спонсорскую помощь. Попался он на уловку после того, как прочел в газете объявление о желании молодой девушки арендовать квартиру. Позвонил по указанному номеру, но ему ответила обвиняемая, которая заявила, что она мать этой девушки. С ней-то и началось телефонное общение, в ходе которого мошенница убедила потерпевшего, что ее дочь хочет замуж и в качестве жениха может рассмотреть и его кандидатуру. Тот поверил. Потом пошли просьбы о денежной поддержке, якобы на лечение будущей невесты, с которой мужчина ни разу не виделся. В итоге авантюра, в ходе которой мошенница поживилась на почти 29 тысяч долларов и 4 тысячи рублей, вылилась в пять лет колонии. Герою этой истории можно только посочувствовать и подивиться такой наивности. Желаю всем оставаться бдительными и беречь себя. До встречи в эфире программы «На стороне закона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова